Всем привет ребята, вы на канале Бомбилка Лайф, меня как всегда зовут Юра и сейчас у нас на обзоре японский тяжелый танк 8 уровня ОХО называется, поговорим как всегда про характеристики, тут две интересные у нас топовые пушки, обсудим все это дело, плюсы и минусы зачитаю с одного из сайтов, с какими-то согласимся, с какими-то нет, ну и расскажу какое оборудование я здесь считаю нужным ставить. Итак, давайте уже скорее начинать, две пушки у нас здесь топовые, одна собственно фугасница, все ее знают и собственно есть вот вторая альтернативная, главная пушка, фугасница как бы не главная считается на этом танке и вот она 105 мм вот это орудие, оно здесь именно у главного героя этого боя и стоит, 10 см орудие называется, вот она тут, будем эту пушку называть 10 см, а вторую 15 см, 15 см это фугасница у нас будет, вот она здесь. Начнем собственно с этой пушки, пушка 10 см, экспериментал танк Ганкай, вот так называется это орудие и имеет она урон 330 на бронебойных, вторые улучшенные ББшки тоже урон 330 и фугасы урон 430. На обычных ББшках бронепробиваемость у этой пушки 215, на улучшенных ББшках 253 и на фугасах бронепробиваемость 53 мм. Скорострельность нормальная, для японца нормальная, 6,45 выстрела в минуту, 6,5 выстрела в минуту делает, средний урон в минуту 2129 единиц, такой ДПР. Время сведения большое, 3,1 секунды, разброс на 100 метров тоже великоват, 0,42, боезапас кстати у нас не очень большой, поэтому можно израсходовать все снаряды даже на этой пушке. Ну и вот как мы видим здесь она собственно и стоит, 215 бронепробиваемость, пожалуйста, 330 урон, вот улучшенные ББшки 253, 330 и вот фугасы 53, 430. Вот такие показатели у этого орудия. По живучести, так подождите, перед живучестью давайте обсудим альтернативную пушку, которая есть, чуть про нее не забыл. Это у нас 150 миллиметровое, 15 сантиметровое орудие Ховидзер Тайп 96 Ховидзер, не знаю как точно прочитать. Ну в общем это фугасница, у которой тоже несколько типов снарядов. Есть ББшки, у которых 121 пробиваемость и 700 урон. Есть другие снаряды, как бы считающиеся голдовыми. У них 150 бронепробиваемость и 700 урон, но на них играть, как вы понимаете, совсем не получится. И фугасы, у которых 890 урона и 75 миллиметров пробития. Вот эта фугасница для любителей на фугасах играть здесь имеется. Скорострельность у этого орудия 2,73 выстрела в минуту и урон в минуту 1909. Это не сильно важно, потому что он указан не для фугаса. Время сведения 3,3 секунды и разброс на 100 метров огромнейший 0,54. 60 снарядов написано боезапас. В общем это фугасница. Здесь получается есть выбор. Обычное орудие и фугасница. Что вам больше по душе выбираете? Ну классическая фугасница, ничего не скажешь. Маленькая скорострельность, огромные здоровенные фугасные бревна будет во врагов отправлять. Давайте тогда и к другим характеристикам перейдем. Две пушки мы уже поняли с вами. Какая вам больше понравится, выбирайте. Я если честно с фугасницей катаюсь. По секрету вам скажу. Ну потому что оно весело просто. Так, живучесть 1700 единиц хп. Бронирование корпуса 200 спереди у нас. Это тяж все-таки, нам важна броня. Хп, кстати, хорошее. Очень большой запас довольно. По бронированию корпуса 200 миллиметров спереди. 105 по бокам. И 150 сзади. Интересно, жопа у нас бронированная. Бронирование башни 200 миллиметров везде. Даже здесь в башне 200 миллиметров. Можно обдурить врага такой броней. Интересный. Мобильность. Броня есть, поэтому уход должен ехать вперед и давить. Это чаш прорыва, в принципе. Дальние дистанции с такими габаритами и обзором. Кстати, обзоры, сразу скажу, 380 метров. Очень тяжело реализовывать. Засветят нас все и на любом расстоянии почти. Ну, конечно, адекватное расстояние. Для зацвета подходящего. Так, мобильность. 1200 лошадиных сил у нас. Очень большие показатели. Но масса. 121 тонна, ребята. Таранить можно без исключения. Так. 121 тонна. Здоровяк просто. 9,9 лошадиных сил на тонну. И, соответственно, мы имеем максимальную скорость 25 километров в час вперед и 10 километров в час назад. Вот такие показатели. Скорость поворота 19 градусов в секунду. Скорость поворота башни 20 градусов в секунду. Очень неповоротливый. Охо. С этим ничего не поделаешь. Ну, японец неповоротливым должен, наверное, и быть. Как расплата за броню. Давайте УВНы обсудим. Потому что они здесь очень хорошие. Минус 10 гнется пушка вниз. И плюс 20 вверх. Минус 10 вниз. Кайф. На таком здоровяке можно играть от рельефа. Кто бы мог подумать. Плюсы и минусы. Следующий пункт. Потом оборудование. И будем уже закругляться. Плюсы и минусы. Достоинства. Зачитаю. Большой боекомплект. Выбор из 100 миллиметровой пушки. Из 150 миллиметровой. Кстати, тут написано, что на вот этой пушке должно быть 100 снарядов. Он же, походу, не с полным боекомплектом просто играет. Посмотрите. У него должно быть 100 снарядов здесь в БК. Просто он зарядил неполный. Поэтому я сказал мало. Здесь он меня запутал. Игрок. Это из иностранного сервера парень. Да. Две пушки на выбор. Разные фугасницы. И вот это обычное 100 миллиметровое орудие. Соответственно, на фугасах там веселость. Я бы добавил. Плюсы железно. Обзор 380 метров. Не супер хороший. Но для японского тяжа 8 уровня. Для такого здоровяка, наверное, можно сказать, пойдет. Ну, я бы не сказал, что это прям идеал. Хорошие углы УВН. Действительно, минус 10 зачет. Броня. Броня есть. Да, будут голдой шить. Все будут врубать голду. Но она же есть. Это плюс. Плюс. Собственно, круговая броня башни мы посмотрели с вами. Очень неплохая. Запас прочности тоже к плюсам. Ну, он такой здоровый. Понятно, что здесь большой запас прочности. Очень высокая прочность горючих модулей. То есть, горит, по идее, редко. Вот так. Вот на этом плюс, я считаю. Ну, тут еще пишут. Хорошая дальность связи. Высокая прочность радиостанции. Ну, не знаю. Не буду особо. Дальность связи, скажу, 750 метров. Сами уж решайте, важно ли вам это. Минусы. Слабая динамика. Неповоротливость. Крайний приоритет у артиллерии. Посредственная точность. Долгое свидетель. Огромные габариты. И пишут вот крайне низкая прочность боеукладки и других негорючих модулей. Горючих высокая, негорючих низкая. Вот такие минусы у японца. В общем, это огромный здоровый тяж, который должен ехать, танковать, продавливать направление, награждать всех своими фугасами, ну, или просто ББшками, если вот вы изберете вот это 100-мм орудие. Оборудование, какое я бы сюда ставил. Досылатель железно. Стабилизатор вертикальной наводки. И дальше просветленная оптика, наверное, подойдет. Трубы? Да нет, какие тут трубы? Хотя можно, не знаю. Что-то на обзор. Я считаю, что оптика то, что надо. Стабилизатор вертикальной наводки, понятно. Мы смотрели с вами время сведения, и все остальное это поможет. Лучше и комфортнее играть на там танки. Ну и досылатель. Уменьшить время перезарядки на любое орудие вообще. Почти все танки его ставят. Досылатель, кроме барабанных, потому что у них его нет. В общем, вот так. Все, что хотел сказать, наверное, по японцу. Напомню, ребят, вам такой момент. На канале Бомбилка Лайф, как вы знаете, нет рекламы, поэтому... Кстати, досмотрите видос до итогов, потому что там очень важная инфа в самом конце ролика. А я напоминаю еще раз, на канале Бомбилка Лайф нет рекламы, поэтому огромная просьба поддержать проект. Очень сложно развивать такой канал. Пожалуйста, подпишитесь, кто не подписан. Это самое важное. Прожмите лайк, пожалуйста, кто не прожал. Вам три секунды это сделать. Пожалуйста, прожимайте лайк. Вот такой же большой, как этот японец. Ну и подписывайтесь. Кто не подписан? Две секунды реально подписаться на канал. Ребята, это огромную помощь окажет в развитии проекта. Пожалуйста. Лайк, подписка и колокольчик. Врубайте тоже в режим все уведомления. Также пишите в комментарии ваше мнение по поводу ОХО. Но я думаю, мне будет интересно почитать и полезно, и другим зрителям этого ролика тоже. Ваше вот, какие вы плюсы и минусы видите, можете мини-гайд написать тоже свой в комментариях. Я думаю, это важно тоже очень. Ну и обязательно подписывайтесь. Серьезно, ребят, прям большущая просьба. Лайк ставьте. Тоже огромная просьба. Каждому, кто сделает, жму руку от души. Спасибо. А мы смотрим итоги. Там обещал важная вещь еще вам сказать. Ну что, ребята, вот итоги боя. Это иностранный сервер. Кстати, стальная стена, основной калибр, воин. Здесь не очень много дамага, но в целом бой получился хороший. Да и потанковал очень даже хорошо. Вот. И что важно, я хотел сказать. Во-первых, лайк, подписку не забываем. И сейчас вверху справа появляется другой видос нашего канала. Вон он, вверху справа на экране, ребята. Очень важно, чтобы вы зашли, его посмотрели. Обязательно зайдите. Вон вверху справа очень крутой видос. Вам обязательно понравится. И каналу поможет, если вы перейдете и посмотрите тот видос от начала до конца тоже. Слева опять же два видоса. Вот. Слева вверху, слева внизу. Если справа ролик видели, выбирайте левый верхний или левый нижний. На этом все. До скорой встречи. Всем удачи. Увидимся в новых роликах на канале Бомбилка Лайф. И бомбил кого-то. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok